Ишь, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Арбс, то есть симулятор эпичной битвы, только со всеми персонажами, со всеми разными животными и тому подобное. И разумеется, здесь, ребят, всё не так просто, как кажется, потому что здесь есть вот такие вот персонажи, созданные сообществом, это офигенно круто. И давайте попробуем всё-таки посражаться. Животные, будут животные против Хаги. Здесь есть рептилии, давай сразу с рептилии начнём. Поднимаемся повыше, Хаги у нас команда номер один, а команда номер два будут такие вот зелёные анаконды. Давай попробуем, я не знаю, получится, не получится, что там, насколько они сильные будут против Хаги. Давай попробуем три анаконды против одного Хаги. Вы хотели Хаги? Вот, вот, вот она. О, смотри, вот здесь что творит, что творит? Нифига себе фигачит! Офигеть! Вообще красиво разносит всех! Заобнимает, заобнимает! Ой, всё, он вторую анаконду завалил, третью тоже! Ну, это для него было суперлегко, если честно. Давай добавим этим трем анакондам одного или даже двух птеродонодонов. Типа птеродактилей, да, только немножко другие. Ой, я не то сделал. Пам-пам! Команда-2, разумеется, бах-бах. Бэм! Смотрим, что там происходит. Так, один сразу же лёг с одного удара. Ребят, настолько Хаги силён, что ему не страшны эти птички. Ха-ха-ха-ха! Офигеть, он их просто разломал на куски! Добавляем морского крокодила! Был в количестве две штуки. Посмотрим, что теперь будет. Да ё-моё, да что ж такое? Команда-2. Мы всё время командой первой прибавляют. То есть у меня Хаги, получается, подмогу получает. Хотя ему нафиг эта подмога не нужна. Так, давай, Хаги! Крокодилами уже будет потяжелее. Тихо, я не замедляю время специально. Давай посмотрим, зелёный крокодил. Он лишний может достать до них. Но ногами потихоньку тоже наносятся уроны. Не сильные, но всё равно. Ноги у него тоже какие-то странные. Давай, Хаги! Этого крокодила он, кстати, зафигачил. И последнего тоже! Господи, насколько же ты силён, Хаги! Ладно, ну раз такое дело, ребята, уже будем идти от максимального количества. Давай попробуем, поставим ещё... Пять! Целых пять драконов с острова Комода. Две Титанобоа. Один Махимозавр. И один Пурусавр. Короче, это вот такие вот гигантские страшные существа. Видишь, да? Ну ты видишь, ну ты видишь. Гигантские древние рептилии. То есть, это как крокодилы, только в десятки, а то и ещё больше раз, больше, чем наши представители крокодилов. То есть, современных видов рептилий. Ну давай попробуем. Давай попробуем. Бах! Вперёд! Хаги! Ваги! Ха-ха-ха! Нифига себе! Титанобоа в него вцепилась просто. Смотри! Титанобоа это тоже древняя змея, древняя рептилия, которая обитала так же, как анаконда в Амазонке. Ну то есть, не в Амазонке она обитала, но в таких же речных местах, либо в водах. Разумеется, она была несколько раз больше, чем современные представители змей. Блин, они его кидают то влево, то вправо, то влево, то вправо. Он пытается, пытается, Хаги. Но он, в принципе, не то, что пытается, он уже всех зафигачил. Одну титанобоу он зафигачил. Смотри, смотри, что происходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Жесть какая. И этого гиганта он тоже захреначил. И этого гиганта, просто что он от них оставляет? Просто место пустого только останется, видимо, от них. Давай, 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 Хаги, режь их всех. Ха-ха-ха-ха. Ой-яй-яй-яй. Он выиграл, ребят, он выиграл. Но я предлагаю тогда сделать последний. Так скажем, шах и мат. Мне понравились, как работают титанобоу. Я оставлю просто огромное количество титанобоу. Вот так вот, бах. Вот так вот, бах. Бах-бах. Бах-бах-бах. Бах-бах-бах. Все, хватит. То есть там слишком много не надо. Если столько не справится, ребят, то там уже нет смысла абсолютно. Полетели, полетели. Посмотри, как они красиво атакуют, грациозно просто. Они помимо того, что кусают жертву, кусают Хаги. Так они еще и обвивают его своим телом. Своим огромным, красивым, красным туловищем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха-ха. И просто долетели, его чуть ли не скинули. Но он все воюет, воюет. Все еще живой. Нет. Он упал, я думал, он умер. Он все еще стоит, ребята. Он все еще живой. Ха-ха-ха. Жесть какая. Он все еще пытается что-то сделать им. Я не знаю, кто выиграет, если честно. Просто такое количество этих Титанобо. Такое количество этих рептилий. Даже не верится, что Хаги справится. Но он большую половину уже зафигачил, ребят. Его, походу, сейчас скинут. Его скинули, ребят. Его скинули. А это значит, что... Не то, чтобы он проиграл. Но они добились своей цели, да? Если бы они все умерли, конечно, они бы проиграли. Но так как они остались живы, и они сделали то, чего добивались. А именно скинули Хаги с платформы. Значит, они победили. Ха-ха-ха. Неплохо. Че? Здесь очень много таких монстров, ребят. Если вам интересно кого-нибудь из них посмотреть, мы с вами обязательно посмотрим. Сейчас продолжаем проходить то, что мы проходили. Компанию за человечество. У нас здесь люди сейчас будут против горилл. И давайте сделаем так. Каждое видео будет в начале видоса каком-нибудь противостоянии каких-нибудь существам. Всяких Хаги, всяких Сайронхедов и прочих других существ, которых мы знаем. Если вам какое-то существо интересно, к примеру, Годзилла против каких-нибудь определенных других существ, то мы тоже это посмотрим. И, разумеется, в начале каждого видоса будем наблюдать. А что же там такое может быть? Смотрите, здесь какие-то умные гориллы. Умные гориллы. Мы можем 40 человек поставить. Давай поставим вот столько. Вот столько. Вот столько. Вот столько. Вот тебе есть 40 человек. И это, разумеется, рыцари. Мне вот интересно, смогут ли рыцари в таком количестве справиться против вот таких вот мартышек. Против... Ну, это не мартышки, это именно гориллы. Офигеть. Они все бронированные. Они все какие-то суперразумные. Посмотри, что там делает эта горилла. Она кулаками просто фигачит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, у этих рыцарей, по-моему, нет шансов. У них просто нет шансов. Здесь дальний... Дальний бой очень сильно нужен. Очень сильно. Да, рыцари ни на что не способны против них. Ни на что. Но это и классно. На самом деле, это и классно. Потому что мне было важно посмотреть, что же они смогут сделать. Поэтому мы ставим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть конных воинов. И сразу же за ними максимальное. Максимальное. Вот так. В разных местах. Количество лучников. Которые тоже нанесут огромное количество урона. И, разумеется, до них сами гориллы уже добраться не смогут. И это просто прекрасно. Все. Денег больше нету. Погнали. Я думаю, что это сейчас будет победная катка. Но посмотри, они двумя молотами своими. Они, кстати, возвращаются. У них молот и тора. Ха-ха-ха. Это гориллы тора. Они просто выбивают сразу двух всадников из колеи. Там остаются лошади. И лошади, разумеется, в принципе, берут на себя большую часть огня. И в это время лучники успевают настрелять огромное количество стрел. Я не знаю, выиграют ли они или нет. Но я думаю, что шансы все в данный момент присутствуют именно у людей. На победу. Давайте, давайте. Стреляйте. Попадайте в этих горилл. Вот еще одну. Тыгайся. Добили, добили. Молодцы. Самого сильного здесь. Самого крутого. Бицепсного. Бицепсного тоже горилла зафигачивает. Остался тор. Смотри, кидает. Кидает. Молот. Ха-ха-ха. И обратно возвращается молот. Но ничего, все равно мы уже победили. Блин, вот тактика с лучниками здесь очень хорошая. Мне она очень нравится. Мы с вами ее, в принципе, экспериментировали, пробовали в прошлый раз. И сейчас она, видите, показывает себя абсолютно идеально. Особенно, если есть у вас как раз такие всадники, которые берут на себя большую часть огня. Большую часть внимания всех остальных воинов. После того, как эти всадники умирают, остаются сами кони. И кони тоже берут на себя весь огонь. Помните, что вы можете управлять движением своих юнитов с помощью мыши. Это интересно, конечно, но мне такое не особо важно. То есть, я думаю, что здесь даже можно без управления выиграть. Смотрите, здесь есть какие-то чуваки. Предел счета 35. Трус колл. Я не знаю, что это значит. Он, типа, будет бегать или что? Но мне неинтересно. Мне вот интересно, на самом деле, вот таких чуваков. Давай попробуем максимальное количество поставить. Подожди, предел стоимости 70. 70. То есть, мне сейчас нужно поставить максимальное количество этих, да? Трусов. Не специально для этого их и дали, потому что они супер дешевые. Блин, походу, да. С зонтиками какими-то будет бегать. Эй, ты куда на дерево залез? На дерево не надо. Не знаю, получится ли что-нибудь. Как-нибудь победить. Посмотри, сколько я уже их поставил. Просто погляди на это. Возможно, зря. Давай удалим вот эту вот часть. Поставим лучника. Лучник 10 стоит. Бах. И ставим еще одного лучника. Но, на самом деле, все равно дорого. Дорого. Бах. И все. Начинаем. Понятия не имею, выиграем мы или нет. Эти трусы просто бегают. И в это время, видишь, лучники должны отстреливать. У меня нет вообще никакой уверенности в том, что лучники победят. Но трусы ничего не делают абсолютно. Трусы вообще абсолютно ничего не делают. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, трусы просто бегают. Ой-ой-ой-ой. Скидывайте, скидывайте их. Блин, ну слушай, я не знаю, как здесь побеждать. Вот здесь именно нужно побеждать, скорее всего, управлением войска. Управлением войска и все, по-другому здесь не победить. Ну, скорее всего, по факту я еще даже не понимаю. Ну, давай попробуем, ладно. Давай попробуем. Сделаем сейчас ход конем. Раз. Два. Три. Э, ты куда упал? Они падают, что ли? Он сразу умер. Подожди, я. Смотри, он падает. Понять бы. Если он падает, он засчитывается в стоимость? Мы троих поставили на верхушке деревьев. И сейчас еще поставим парочку. Оп. Устойчиво стоит. Устойчиво стоит. Хорошо. Посмотри, какая красота. Посмотри, что я придумал. Что за тактика такая, галактика? Но при этом... А, да, они сразу же падают. Они сразу же падают и разбиваются, да? Лол! Ха-ха-ха! Эй, пипец. Плюс капец. Ну, я не знаю, и что мне делать? Как мне ими управлять? Ну, да, ну, да. Ну, непонятно, ребят. Непонятно. Как здесь это все нужно делать? Мне просто кого-то не поставил бы я. Они очень плохо себя покажут. Ну, давай попробуем максимально поставить в максимальном количестве этих. Конную армию. И все, у меня 10 остается. Ну, лучника одного. Начало. Вперед! Ну, что-то происходит, ребят. Что-то получается. На самом деле, что-то получается, да? Посмотри. Три! Получается, всадника было достаточно, чтобы победить. Хотя мы еще не победили, на самом деле. Я думаю, мы победим в итоге. Хотя здесь большие медведицы остались. Так, лучник делает свое дело. Не, мы не победим, мы не победим, мы не победим, ребят. Хотя близко, близко находимся. Еще один остался. Они не могут пробраться. Мы победили! Лучник на ваших глазах убил сколько? Трех или четырех медведей? Жесть! Ну да, человечество реально сложно спасти. Но я ведь пытаюсь. Я изо всех сил экспериментирую и делаю новые какие-то интересные стратегии. Так, у нас 300 монет и возможность сделать 30 юнитов. Новых никого нету. Мне очень понравился, мне очень понравился, разумеется, всадник. Всадники очень сильные. По максимуму делаю всадников. Просто по максимуму. Я думаю, что всадники не проигрывают. Давайте вот так вот, да, хватит. Все остальное это будут лучники. Всадники очень хорошо смотрятся. Очень хорошо ставятся, очень хорошо себя показывают в бою. Там бегемоты, прикинь, бегемоты с какими-то непонятными технологиями. И боровы сзади. Посмотри, а? Сзади кабаны гигантские дикие. Жуткие. Смотри, кони-то остаются, кони все равно воюют. Хоть вот эта вот фигня механическая нас атакует. Кто им такую поставил, этим бегемотам? Все равно мы все еще живы. То есть кони еще некоторые живы остались. Блин, ну жестко, жестко, ребят, жестко все. Он там даже не то, что кони живы. Так там еще есть как минимум один, как минимум два всадника. Так, бегемоты, они фигачат. Бегемоты не убиваются, видишь, вообще никак. О-о-о. Бегемотов, ребят, я не знаю, как выносить. Для того, чтобы убить бегемота... Во, этого вынесли. Ему нужно попадать в живот. Ну или в свободные места. Так, кабана есть. Еще кабана, кабана! Блин, кабан еще убьет вас. Ну да, у вас эти штуки убьют быстрее, чем кабан. Так, давай-давай, добивай! Нееет! Бедняга. Его кабан все-таки зафигачил, видели? Но на самом деле мы практически победили. Я не знаю, давайте попробуем полностью убрать конную армию. И оставить чисто лучников. Мне интересно, на что они будут способны. Это получается у нас всего лишь будет 30 лучников. Так, здесь пару лучников. И все, все остальное у нас будет здесь. Большая часть. Мне просто интересно, насколько они смогут себя показать. Насколько они будут сильны. Учитывая, что только лучники будут. Мне кажется, мы проиграем быстро. Но все-таки попытка не пытка. Стрел там миллионы будет. Но кабаны очень быстрые, кабаны очень быстрые, конечно. Там, посмотри, что происходит. Там просто идет расчистка. Просто максимальное истребление, уничтожение людей. И им ничего не сделать. Ничего им не сделаешь, блин. Хотя бы одного бегемота-то зафигачим. Стрел-то миллионы, реально, миллионы стрел. Вообще пипец. Ноль шансов. Ноль шансов, ребят, на победу над этими бегемотами. Кстати, кабаны все мертвы. То есть кабанов мы всех постреляли. Что-что? Но это мы умеем, видишь? Удаляем все. И все-таки давай попробуем сделать полностью армию из коней. Из садников. Вперед, моя армия! Интересно. Вот они все сейчас налетели на одного бегемота. И бегемоту хоть бы хны, ребят. Хоть бы хны, реально. Пипец. Бегемоту вообще по барабану, по-моему. А чем его убивать, я фиг знает. Бегемот пули непробиваемый. Хе-хе-хе. Ну, видимо, пулями его и надо попробовать сейчас. Давай проверим. Все-таки пули пробиваемые, он или непробиваемый. У нас есть стрелки. С дробовиками или с чем? С ружьями, я не знаю. Блин, бегемот и так это всяк переворачивается. Но все равно он все еще живой, видите? Убить мы их не смогли ни одного. Так, ладно. Где у меня мои современные люди? Подожди, создатель агрегата? Это я нажимать, видишь, не могу. Вот, у меня есть медленный мо за 20 долларов. Разумеется, он у меня и пойдет в качестве стрелка. Ставим их так тоже по кругу, чтобы был шанс победить. Блин, видишь, они очень долго перезаряжаются. И кабаны, скорее всего, поуспевают некоторых из стрелков зафигачить. Да-да-да, кабаны успевают нас зафигачить, ребят. Мало того, что кабаны успевают, так еще и успевают добежать сами эти. Здесь можно даже не смотреть. Мы проиграли. Здесь нужно все-таки, наверное, вот этих вообще убирать. И вон там всех убирать. Давай, удалим просто. Здесь поставим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь поставим. И, разумеется, на все остальное будем покупать конную армию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И давайте трусов еще наберем. Мы же можем трусов взять. На все остальное. Чтоб на себя отвлекали внимание. Погнали. То есть у нас кони, в принципе, на себя внимание отвлекают какое-то время. В это время настреливают чуваки с дробовиками. Только они почему-то в своих стреляют. Вообще адекватно? Ну все равно нормально. Пока что нормально идем. Говорю, правда вот этот вот чувак, смотрите, куда стреляет. В своих, блин. В спину ему стреляет. Ну как вот этого бегемота зафигачить? Я так и не понял, ребят. Вообще никакого, ни малейшего понятия. Ой-ой-ой, бегемота за одного зафигачили. Ура! Там еще двое. Кабана вырубили. Еще одного кабана вырубили. Есть! Еще один бегемот. Видимо, пробивается все-таки вот эта вот броня дробовиками. Но что-то, ребята, мне подсказывает, что мы проиграли все равно. Нет, толстопузик. Толстопузик, беги. Да, здесь только мои эти остались. И получается урона больше некому наносить. А мы были близки. Нет, вот этого чувака надо убирать. Он очень сильно мешает. Он очень сильно мешает. Здесь все-таки, наверное, еще одного хотя бы нужно дробовиком поставить. Погнали. Наблюдаем. Потому что много выстрелов просто-напросто не доходит из-за того, что... Вум, бегемота за секунду зафигачили. Не доходит из-за того, что они стоят и мешают перед ними. Хотя моя изначальная задумка была в том, что... Кабаны и бегемоты будут изначально бежать за этими чуваками-зонтиками. А чуваки-зонтиками будут убегать и, разумеется, тем самым... Брать на себя все внимание. Ну все, последний бегемот, ребят. Здесь шансов у бегемота уже ноль. Посмотри на это. Бах, бах, бах. Еще выстрелы. Давайте. Пошла, пошла жара. Ну. Добивайте уже. Но у него очень сложная броня. Броня практически не пробивается. Все. Даже этот чел не умер. Ты был так близок к смерти. Но ты справился, братишка. Ты справился. Офигенно. Надеюсь, вам нравится игра. Если дальше, то ставьте лайки. Дайте мне об этом знать в комментариях. Это была игра Арбс. Будем дальше проходить и записывать. И смотреть на всяких других разных монстров. Которые здесь у нас присутствуют в данной игре. Поэтому не забывайте то, что вы можете написать мне, кого вы хотите увидеть из монстриков. Потому что монстров здесь реально много. Разумеется, которые будут сражаться на арене против других монстров. Возможно, вы хотите там, не знаю, Годзиллу против Кинг-Конга. А почему бы нет? Или там Саренхед против Хаги-Ваги. Кто знает, что вы там напридумываете. Так что все, как говорится, зависит от вашей фантазии. Это был Олег, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментариях. Не забывайте, что все социальные сети находятся. Они все в описании. Проходите в описание. И, разумеется, наблюдайте и переходите по ссылкам. Всем добра.